в преисподнюю, где отныне должен был пребывать в цепях и карающем пламени. Михаил сам приковал его к скале и возвал вернуться к смиренным ангелам, на что Люцифер ответил, что лучше будет властвовать в аду, чем прислуживать в раю, и пригрозил, что вернется как властитель мира. Со временем к Люциферу присоединились многочисленные демоны, ибо он жаждал мести. При этом на земле ученики Люцифера установили храм на месте его падения в бездну. Они верят, что однажды он вернется, чтобы править на земле. Наше время. Американская студентка Лаура Милтон уговаривает профессора принять ее диссертацию на тему, что нет никаких злых или добрых духов, но тот отказывается, предлагая обсудить тему в интимной обстановке. Но теперь отказывается девушка. В то же время в музее начинается редкая выставка. На обозрение выставляется туринская плащаница, которая содержит ДНК Иисуса и является фиксацией факта его воскресения. Лаура приходит в музей, получив пропуск. Бейдж от знакомого священника. Макронни рассказывает, что в день смерти Христос был завернут в плащаницу, но когда он воскрес, его тело сияло таким ярким светом, что на ткани остался его отпечаток. Таким образом, плащаница – это фотография Иисуса. После этого священник провожает Лауру к статую архангела Михаила, которого привезли в музей для охраны плащаницы. Война ангелов была первой войной и первым злом, но Лаура не согласна с этим. Зло – это не внешняя мистическая сила. Это личность, и когда беда случается с близкими, глупо винить в этом дьявола. Но Макронни уверен, что только Михаил стоит между дьяволом и людьми. Есть много пророчеств, что Люцифер вернется, но отец надеется, что тот не найдет выход. Священник уходит по своим делам, а Лаура устраивается поудобнее и начинает рисовать. Внезапно она слышит свое имя, но вокруг никого. Девушка успокаивается и работает дальше. Наступает вечер и час закрытия галереи. Последняя группа туристов входит в музей, и пока охранник на минуту отвлекается, от группы отделяется фигура в черном плаще и проникает в боковую дверь. Несмотря на позднее время, Лаура продолжает работать, когда ей кажется, что голова Люцифера на статуе шевелится, а следом раздается крик ворона. Девушка проходит к окну, не замечая зловещей фигуры за спиной, которая вытаскивает из руки Михаила меч и уходит. Лаура закрывает окно и собирает свои вещи. Охранник готов проводить ее на выход, но девушка отказывается, ей еще нужно повидать Падре Макроне. Она идет в капеллу и видит, как фигура в черном убивает мечом охранника. Девушка в ужасе бежит прочь и прячется в исповедальне, наблюдая, как женщина с мечом разбивает стекло над плащаницей. На шум прибегает Падре Макроне и именем святого Михаила требует прекратить святотатство, но женщина отбрасывает его и пронзает мечом. Лаура неосторожно шевелится, и злодейка замечает ее. Она отдает своим подручным приказ забрать плащаницу и девушку, в надежде, что она может понравиться ему. Бандиты уходят, а смертельно раненый священник призывает архангела Михаила, дабы тот занял его тело и одолел врагов. И тут же с небес спускается светящийся вихрь, и отец оживает. Он пытается догнать злодеев, но те уезжают прочь. Сюжет переносится на закрытый аукцион, где один из ученых, доктор Лорен, рассказывает, что ему удалось создать процедуру, с помощью которой он может выращивать младенцев из ДНК великих людей, тем самым воскрешая самых выдающихся деятелей в истории человечества. И в доказательство он предъявляет реинкарнацию великого Вивальди и его гордых родителей. Следующим лотом он представляет нового Микеланджело Буонаротти, и зал встает в порыве восторга. Начинаются торги, когда на галерее появляется женщина в черном и подает знак доктору. Тот спешит на ее зов. Пара едет в замок дьявола, где доктор видит плащаницу. Наконец-то у Люцифера будет достойный дом. Тем временем Лауру притаскивают в какое-то помещение, где на цепях уже сидит несколько человек. Все они в ужасе от происходящего и не понимают, зачем они тут. Входят несколько человек, берут анализы крови Лауры и фотографируют ее, в то время как отец Макрони, вернее, архангел Михаил в его теле добирается до комнаты охраны, где двое монахов просматривают видео с убийствами. Увидев живых того, кого на их глазах убили, они приходят в изумление, пока тот выясняет, где были хранители плащаницы и как они могли такое допустить. Ему поясняют, что ответственный за все кардинал в данный момент не в себе, ему мерещатся тайные культы и приспешники дьявола, и сейчас он в приюте святого Михаила. Архангел забирает ключи от машины и едет к кардиналу, в то время как доктор выделяет ДНК из следов крови на плащанице. Старый кардинал встречает Михаила с оружием и, узнав о произошедшем, впадает в ярость. Он же предупреждал, но, вглядевшись в глаза мужчины, понимает, он не Макрони. Кардинал показывает Михаилу замок Люцифера и высказывает предположение, что его приспешники собираются возродить его. Он напоминает, в писании сказано, что дьявол однажды освободится от цепей и поднимется из преисподней. Видимо, время пришло. За его освобождение отвечают два монстра – женщина и подземное чудовище. Но освободить Люцифера могут только сам Михаил или Господь. Приспешники дьявола веками предлагали ему тела девственниц, чтобы получить сосуд для дьявола, но людские тела слишком слабы. Хотя была в истории одна женщина, которая сумела выносить и родить сына Бога, и сегодня наука готова открыть врата дьяволу, используя ДНК Христа. Михаил просит отвезти его в замок. Тем временем девушки пытаются разработать план побега и делятся пережитым. Оказывается, муж и сын Лауры погибли. Приборы сообщают доктору об удачном выделении ДНК, а в преисподней начинают рушиться стены, предвещая освобождение дьявола, в то время как доктор сообщает Лис о полном совпадении всех нужных параметров с телом Лауры. А женщины выжидают прихода служителей и набрасываются на них. Кажется, что им удастся задуманное, но на выручку спешит еще одна группа, и девушек уносят в лабораторию. Их укладывают на столы и, несмотря на отчаянное сопротивление, вводят в тела оплодотворенные яйцеклетки. Лис уговаривает Лауру смириться, ведь она обязательно понравится Люциферу. Тем временем кардинал провожает Михаила до входа в подземелье и предупреждает об осторожности – впереди ждет чудовище. В это время приспешники дьявола собираются в зале с колодцем. Двух оплодотворенных девушек привязывают к столбу в центре, и выжидшее чудовище забирает их и ведет к вратам в преисподнюю. Девушек сажают в железную клетку и опускают вниз, где их уже ждет Люцифер. Почувствовав приближение возможных святых матерей, он снимает ошейник и, превратившись в светящийся поток, устремляется к ним. Женщин хватают подземные чудовища, и поток входит в одну из них. Но ее тело не выдерживает, и она умирает. Тогда светящийся червь входит в тело Лауры. Лис и служители с восторгом встречают живую женщину. Выбор сделан. Ее провожают в стеклянную клетку, где объясняют, что ее ребенком будет новый Иисус. Тем временем Михаил проникает внутрь замка и, раздобыв форму охранника, находит плащаницу и пытается отыскать Лауру. Входит доктор, но Михаил отбрасывает его и поджигает лабораторию. Он находит Лауру, но женщина понимает, что это не ее давний друг. Она убегает. Архангелу приходится бежать за ней. Он успевает затащить ее в кладовую, где объясняет, кто он такой и выясняет, что именно делали с женщиной. Пара убегает, когда Лис сообщает о пропаже плащаницы. Она распоряжается во что бы то ни стало задержать Лауру, и охрана бросается вдогонку. Тем временем Лаура и Михаил пытаются спрятаться от подземного чудовища в узких входах, но оно настигает их и нападает на Архангела. И пока тот ведет трудный бой, Лауру хватает охрана. Разъяренная женщина угрожает Лис покончить с собой и ребенком, и та приказывает отвезти ее в камеру. Между тем Михаила пленяют и сажают на цепь в подземелье, пока Лауру привязывают к кровати. Лис готова на все, чтобы сохранить ребенка. Собрав все свои силы, Михаил рвет цепи и освобождается, в то время как вся охрана замка ищет плащаницу, спрятанную в подземелье, а чудовище успевает увидеть, как Архангел спускается в преисподнюю. Попав на дно, он подвергается нападению заточенных там душ и обнаруживает, что Люцифер освободился, а его меч пропал. Тут к нему прилетает демон алчности Маммона и объявляет, что скоро они закроют врата, и Михаил останется тут вместо Люцифера. И насмехается над его глупостью, снизойти вниз в смертном теле? Архангела приковывают к скале мечом Люцифера. А Лаура в это время видит своего ребенка на УЗИ, и тот вдруг зовет ее. Женщина просыпается в ужасе и видит рядом Лис, которая выясняет, что ей сказал Люцифер. А потом рассказывает историю об отважном воине и тиране, которые были равны, но тиран захотел, чтобы воин стал его рабом. А тот отказался. И скоро он восстанет и вступит в борьбу. Лаура нелестно отзывается о демоне, за что получает пощечину, после чего Лис объясняет происходящую с ее телом трансформацию, необходимостью сделать его удобным для божественного дитя. Но женщина не хочет примиряться с навязанной ей ролью матери непонятного существа. Тем временем к Михаилу приходят люди, которых отдавали Люциферу. Они произносят клятву «Спасен один, спасены все» и расспрашивают его о происхождении. Узнав, что это сам Михаил, они требуют доказательств, но Михаилу нужен меч. В этот момент их атакуют демоны. Люди убегают. А Клаури опять является червь Люцифер и входит внутрь нее. Он говорит с ней и убеждает родить нужного ему младенца, после чего она сможет делать, что хочет, даже убить Лис. Женщина успокаивается и видит себя с ребенком на руках. Но однажды она освобождается и, страшно изувечив охрану, убегает из палаты. Когда она видит последствия своих поступков, она впадает в ужас. Что с ней сделали? Она успевает пройти в склад и, закрывшись внутри, выпивает канистру хлора. Лис находит ее и обещает, что скоро Люцифер полностью поглотит ее, и тогда она обретет покой. Но тут Лаура вдруг обретает невиданную силу, хватает ненавистную Лис и выплескивает на нее содержимое своего желудка. Из чрева Лауры Лис начинает говорить сам Люцифер и требует убить женщину сразу после его рождения и уничтожить всех, кто знает о происходящем. Лауру заключают в стеклянный саркофаг в избежание повторных попыток убить ребенка, а Люцифер возвращается в преисподнюю, где он видит Михаила и насмехается над ним. Он предлагает союз, который никто не сможет победить, но Архангел отказывается поддержать бунтаря. Он благодарит Михаила за его новый дом, тело самого Иисуса, которым он будет владеть. Люцифер улетает, а Архангел вдруг понимает, это все совсем не так, как он думал. Это не дьявол, а Бог выбрал Лауру. Она родит Христа, а не сосуд дьявола. Он просит людей принести его меч, но демоны уже близко, а меч тяжел. Двое людей рискуя жизнью приносят оружие, и Михаил освобождается. Он разгоняет бесов и обещает вернуться за своими спасителями. Михаил возвращается на землю и находит плащаницу, а утром идет к саркофагу Лауры. Он приходит в ужас, увидев ее изменения, и пытается рассказать, что этот ребенок вовсе не зло. Именно он победит дьявола. Но Лаура выбирается наружу и отбрасывает Михаила, а потом, встав над ним, сообщает, что воды уже отходят. На Архангела выливаются жгучие струи, и он кричит от боли. Потерявшего силу Михаила, Лаура кладет себе на колени и требует преклониться. Он отказывается, и женщина вонзает свои пальцы в его шею. Из последних сил Михаил сообщает, что дьявол не совладает с ребенком. Это он победит Люцифера, потому что в ней течет кровь Христа, а добро всегда сильнее зла. Разъяренная Лаура отбрасывает Михаила и начинает крушить все вокруг. Но тут начинаются роды. Последователи дьявола собираются во дворе замка, в то время как Лис забирает родившегося младенца. Лауру сбрасывают в колодец, а чудовище берет цепь с острым наконечником и идет во двор. Лис выносит ребенка и показывает его собравшимся. Настал конец тирании бога. Она приказывает людям встать на колени и призывает Люцифера принять крещение кровью. И в тот же момент чудовище начинает вращать свое страшное оружие, круша всех, кто находится во дворе. В это время Михаил приходит в себя и выходит во двор в то время, как доктор целует младенца и погибает под ударами. Лис уносит малыша, а Михаил находит Лауру, которая сумела удержаться за край колодца и вытаскивает ее. Пара догоняет машину Лис, и пока Лаура забирает своего ребенка, Михаил называет его богом, который выбрал себе мать. Он просит женщину найти кардинала, а сам отправляется к колодцу. Он запечатывает вход в преисподнюю, куда устремились все демоны ада, но чудовище отбрасывает его и опять открывает врата. И тогда Михаил приводит в действие взрывчатку, установленную им ранее. Замок взрывается, к огромной радости кардинала. Немного позже кардинал и Лаура с ребенком на руках приходят в храм и возвращают плащаницу, а Михаил опускается в преисподнюю и освобождает людей, поверивших в него. Время спустя Лис наблюдает за кардиналом и Лаурой с подросшим мальчиком, который гуляет по лесу и называют малыша Люцифером, а тот, обернувшись, демонстрирует темную струю, показавшуюся из его носа, и убравшуюся обратно. Довольно своеобразная картина, в которой поднимаются темы борьбы добра и зла, но рассматриваемые сквозь призму научных достижений современности. И возникают некоторые сомнения в том, что человек всегда понимает, что он на самом деле творит.